МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Синтетических наркотиков. А еще свыше 100 килограмм наркосодержащих растений, к которым относятся мак и конопля. Выявлено более 900 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Окончено производством свыше 350 уголовных дел. И это, заметим, в условиях пандемии, которая сказалась и на работе антинаркотического подразделения полиции. Мы значительно больше, несмотря на все сложности, привлекли в этом году к уголовной ответственности лиц, которые пытались заниматься этой преступной деятельностью на территории нашего региона. Это 299 лиц выявлено. Из них уже 288 лиц, направленные в суд для принятия в отношении данных фигурантов законных, процессуальных и судебных решений. В 2020 году сотрудниками управления на территории региона пресечена деятельность 10 организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечены 11 их активных участников, в том числе организаторы. В областном центре и в районах области ликвидировано 10 наркопритонов. В этой работе очень важна помощь жителей домов, где собираются наркозависимые. Сотрудники управления проверяют каждое сообщение, каждый тревожный звонок. Мы всегда стараемся взаимодействовать со всеми оперативными подразделениями. У нас очень хорошее взаимодействие и очень хорошие контакты налажены и с сотрудниками УФСИН для проведения и оперативно-профилактических, и оперативно-розыскных мероприятий. С сотрудниками УФСБ также постоянно идет обмен информацией об обстановке и обмен оперативной информацией для совместных реализаций, для проведения более эффективных мероприятий, направленных на оздоровление нашего региона от наркозависимости. Очень нужна помощь граждан. Мы всегда на нее рассчитываем и всегда рассматриваем все обращения граждан, связанные с той информацией, о которой они поступают, о местах закладок, о местах сбыта, либо о подозрительных лицах, которые крутятся у домов, у подъездов, либо на домовой территории. Для этого нами в этом году и на постоянной основе проводятся такие оперативно-профилактические мероприятия, как сообщи, где торгуют смертью, антинаркотический месячник. Существует телефон доверия и, конечно же, вся информация, поступающая от граждан, она в обязательном порядке проверяется, отрабатывается. Анализ оперативной обстановки показывает, в Тверской области наиболее распространены наркотики растительного и синтетического происхождения. Марихуана, гашиш, соли и курительные смеси. Встречается кокаин и героин, который привозят в Верхневолжье, как правило, из Средней Азии. В этом году оперативники перекрыли два канала таких поставок. Задокументирована незаконная деятельность трех организованных преступных групп. Задержанные курьеры, граждане Таджикистана и Узбекистана. Они собирались распространять наркотик через тайники-закладки. Бесконтактный способ сбыта преобладает не только в Верхневолжье, но и на территории всей России. Выявить теневые интернет-площадки и магазины тверским оперативникам помогают коллеги из других регионов страны. Такая совместная работа помогла выявить в Тверской области три крупных нарколаборатории. Произведенный там наркотик отправлялся за пределы региона. Лаборатории были очень хорошо законспирированы, поэтому проводился ряд сложнейших оперативно-розыскных мероприятий, направленных не только на их выявление, но и безусловное документирование и доказывание их причастности к этой незаконной деятельности. Более десятков килограмм прекурсоров и наркотических веществ были изъяты в данных лабораториях. Сейчас дела по этим нарколабораториям направляются в суд, и мы надеемся, что, конечно же, лица, причастные к их организации, будут привлечены к самой строгой уголовной ответственности. В начале декабря в Тверском областном суде начались судебные слушания по уголовному делу Евгения Данелия, Алексея Лаврентьева, Станислава Кокшина и Ильи Павлова. Подсудимым от 23 до 30 лет. Как следует из обвинительного заключения, двое жителей областного центра и двое жителей Московской области, действуя в составе организованной преступной группы, организовали в двух подпольных нарколабораториях на территории Калининского района Тверской области незаконное производство наркотического средства мефедрона. Химическое производство с дорогостоящим оборудованием позволяло одновременно изготавливать крупные объемы наркотических средств. В нарколабораториях произведено не менее 17 килограммов мефедрона, что относится к особо крупному размеру. Произведенные наркотики направляли в различные города Российской Федерации для последующей продажи через тайники и закладки. Задерживали наркодельцов при силовой поддержке сотрудников подразделения специального назначения «Гром». Отряд специального назначения «Гром» вошел в состав управления наркотроля по Тверской области 1 марта 2017 года. Основная задача подразделения – это оказание силовой поддержки оперативным подразделениям при проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За плечами многих бойцов отряда специального назначения «Гром» многочисленные командировки в горячие точки страны. Победы на турнирах и чемпионатах различного уровня. Один из офицеров «Грома» – мастер спорта. Четверо имеют звание мастера спорта. Шестеро – кандидаты в мастера спорта. В последневной жизни отряд специального назначения «Гром» придерживается штатного расписания, которым предусмотрены занятия по огневой, правовой, тактической подготовках. Особое внимание уделяется медицинской подготовке, так как каждый сотрудник должен не только уметь, не только знать, но и уметь применять медицинские навыки на деле, которые впоследствии могут спасти боевому товарищу жизнь. Физическую подготовку включаются как силовые упражнения, такие как в спортивном зале, также легкоатлетические кроссы на выносливость, то есть с большими длительными дистанциями. Также особое внимание уделяется занятиям боевой подготовки. В нее входит бокс, борьба, потому что каждый сотрудник должен уметь применять приемы рукопашного боя. Наркотикам на Тверской земле объявлена настоящая война. И поле боя этой войны сравни с передовой. Отряд готов выполнить любую поставленную боевую задачу. Впервые подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков появились в структуре МВД СССР 6 декабря 1991 года. С тех пор эта дата считается днем основания службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 2020 году в преддверии профессионального праздника подразделения указом президента Российской Федерации утверждена стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года. В текущем году, буквально на днях в преддверии нашего профессионального праздника указом президента Российской Федерации утверждена стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года. О чем это говорит? Это говорит, что проблема борьбы с наркотиками является государственной проблемой и наша служба выполняет эти задачи в соответствии со всеми теми требованиями, которыми предъявляет и государство, и Министерство внутренних дел, и непосредственное руководство МВД России по Тверской области для того, чтобы наш регион был неблагоприятен для торговли наркотиками, для лиц, которые занимались бы здесь этой незаконной деятельностью. И очень-очень много задач стоит перед нашими сотрудниками, и все сотрудники достойно, честно и не считаясь с личным временем, готовы выполнять и готовы дальше выполнять эти все необходимые задачи.